Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о перцах. Сегодня первый день августа. Перцы уже заметно подросли и завязали немалое количество плодов. И как раз сегодня была сделана частичная обрезка листьев перцев. Делаю это так же, как примерно и для помидоров. Отбираю наиболее крупные плодики. И то, что ниже этих плодов, обрезаю. Слабые пасынки, ну и листья конечно. И вот сейчас стало очень хорошо видно, как растут перцы. Вот это грядка сладких перцев. И хотя красных еще пока нету, можно подвести уже некоторые промежуточные итоги роста для разных сортов этих перцев. Выращиваю несколько сортов. Понемногу, ну по четыре может быть. Некоторые сорта кустика, некоторые по два. Вот это перец сорта апельсин. Очень интересный перец оранжевого цвета, очень вкусный. Видно, что плодики есть. Следующий сорт перцев это Алибаба. Выращиваю его не первый сезон. Сразу он мне понравился. Своей оригинальной формой и вкусом. И Алибаба иногда проявляет себя по-разному. Иногда у него плоды смотрят кончиками вниз, вот как здесь. А иногда вверх. Так вот, интересовался этим вопросом специально. Тем более, что некоторые зрители об этом спрашивали. Правильный Алибаба растет все-таки кончиками вверх. И вот это правильный Алибаба у меня попался. Семена магазинные. И вот видно, что он завязал немало плодов. Впоследствии он будет красного цвета. Но уже в технической спелости. Поскольку отломились некоторые веточки, по разным причинам, в основном из-за моей халатности, уже часть перцев пришлось использовать для еды, он уже достаточно вкусный. Техническая спелость позволяет уже плоды использовать. Следующий сорт это мой любимый сорт перцев купец. Вот он. Ну это давно известный, очень неприхотливый и довольно урожайный сорт. Каждый сезон он завязывает и поспевает. И плодов у него довольно много. И причем плодик и во втором ярусе есть. Так что купец очень мне нравится. Выращиваю его довольно давно. Не удивительно, что этого сорта выращиваю немножко побольше. Не четыре кустика, а целых восемь. Вот тоже сорт купец. Причем некоторое количество слабой рассады, вот видно, высажено было по центру грядки. Ну жалко было ее выбрасывать и разместил ее как бы не запланированно. Тем не менее эти перчики тоже плодоносят. Вот это сорт купец опять же. Вот плоды на нем есть. Следующий сорт перцев это сорт гладиатор. Это тоже очень хороший сорт. Выращивал его неоднократно. Это перец желтый, очень мясистый, довольно крупный. И вот плоды тоже неплохие. Этот перец вкусный, крупный и тоже мне очень нравится. Ну а на следующий сорт перца невозможно смотреть равнодушно. Это сорт перца Леся. Некоторое время назад семена были получены в подарок от друзей огородников. И вот этот перец с тех пор выращиваю. Плоды очень симпатичные. Вот такой ну просто замечательной формы, отличного вкуса. Когда поспеют будут ярко-красные. Так что сорт Леся очень хороший сорт. Вот такие плодики. Ну плодов может быть не очень большое количество. Ну их изрядно. То есть вполне видно, что уже перцев должно для собственных нужд хватить. Но Леся конечно ну просто выглядит чрезвычайно интересно, симпатично. Очень хороший сорт. А рядышком растет сорт, который ну поражает своей оригинальностью. Этот сорт турецкие змеи. Вот такие удлиненные перчики. Они конечно пока еще не поспели. Зеленые. Но когда поспеют будут ярко-красными. И вот в отличие от жгучих перцев, которые частенько встречаются такой формы. Вот этот перец турецкие змеи. Он очень сладкий. То есть вот такие длинные перчики. Очень сладкие. И смотрятся ну поразительно красиво, когда поспевают. Тоже завязал довольно много плодов. Их можно кушать и в свежем виде, и замораживать. Очень красивый этот перец. Смотрится в различных заготовках. Ну просто очень интересный сорт. И я не удержался. И вот два кустика этого перца тоже выращиваю. Ну и каждый сезон пробую некоторое количество новых сортов. Вот например сорт аристократ. Этот сорт пробую впервые. Семена магазинные. Что можно сказать? Пока судить трудно. Плоды завязались. Но сразу видно, что их не очень большое количество. Ну посмотрим. Судить о том хороший этот сорт или нет пока рано. Надо попробовать. Ну во всяком случае он растет. Плоды есть. И последний сорт. Это сорт рид. Это пожалуй самый крупноплодный сорт из всех моих перцев. Выращиваю тоже не первый год. Вот такие вот крупные, очень сочные перцы. Хорошего вкуса. И вот этот сорт в количестве двух штук тоже имеет место среди всех сладких перцев. Должен заметить, что перцы выращиваю по два растения в лунке. Вот. Ну за исключением некоторых. Так выращивал рассаду, так высаживал и так они плодоносят. Ну где по разным причинам одно растение погибло, а вот по-моему здесь одно осталось, то выращиваю по одному. В основном по два. Кратко напомню, что перцы были посеяны еще в марте. 19 мая были высажены в грунт, вот на эту грядку. Это рано сделано, поскольку весна была теплая и с тех пор растут в целом безо всяких проблем. Единственное что, перцы сначала в виде рассады очень сильно отставали. Кто видел мои ролики, они были очень маленькие. Но со временем, с приходом тепла и все-таки в грунте хорошем, они уже начали активно расти и сейчас неплохо плодоносят. А причина отставания рассада перцев была та же самая. Был не очень хороший грунт. Грунт, к слову сказать, покупной. Уход за перцами обычный, поливы, рыхления, прополки. Одна единственная подкормка раствором куриного помета, которая была сделана в июне. Собственно и все. Еще, чтобы перцем было легче расти и побыстрее наращивать плодики, используя укрытие. Дело в том, что в нашей местности сейчас уже ночью очень холодные, очень сильные росы. Растения не только начинают болеть, а просто из-за холода переживают очень сильный стресс и плохо растут. Поэтому приходится перцы на ночь укрывать и укрытие практически не снимаю. Вдобавок к этому, днем бывает очень жарко, а ночью очень холодно. Такие перепады создают дополнительные сложности для развития всех растений, в том числе и для перцев. Поэтому бывает, что днем прикрываю перцы от палящего солнышка, а на ночь закрываю от холодной погоды. Но 5 градусов ночью это, конечно, для перцев серьезное похолодание. Ну, как бы то ни было, несмотря на трудное начало, в виде рассады перцы очень сильно отставали. И в июне они довольно маленькие были. Все-таки перцы взялись за ум, начали хорошо расти и уже видно, что урожай должен быть, ну если не рекордный, то вполне нормальный. Повторюсь, для собственных нуж перчиков должно хватить. Ну и еще, помимо вот этой основной грядки сладких перцев, имеется другая грядочка. Можно назвать ее экспериментальной. Здесь всего 6 перчиков. Это сорт купец. Они очень сильно отстают от тех перцев, которые я показывал. Но, тем не менее, интерес у меня они вызывают, пожалуй, даже больше, чем те перцы, которые уже хорошо плодоносят. Дело в том, что эти перцы выращиваю безрассадным способом. Они были посеяны семенами прямо в грунт и так растут. Конечно, они очень сильно отстают, но вот к началу августа они тоже изрядно подросли и появились первые плоды. Вот такие плодики. Это очень интересно, конечно, попробовать вырастить перцы прямым посевом в грунт. Ну, попробую, посмотрим, что получится. Плодики появились, а вот поспеют или нет, покажет время. Конечно, тоже применяю укрытие. В описании к ролику я упоминал, что появились первые поспевающие перцы. Спросите, так где же они? А находятся они вот здесь. Это последняя грядка моих перчиков. Это жгучие перцы. Их немного. Всего восемь растений. И вот жгучие перцы уже начали поспевать. Появились первые красные плоды. Это очень хороший сорт жгучих перцев народной селекции. Выращиваю его много лет. Этот перец наращивает вот такие довольно неплохие плоды. Они довольно крупные. Вот уже начинают краснеть. И что самое главное, этот перец очень жгучий. Несмотря на свой размер, ну что, довольно крупный. Иногда жгучие перцы бывают маленькие. Этот перец очень-очень сильно жгучий. Вот такие перчики. Они уже выросли настолько, что приходится подкладывать под кончики дощечки, чтобы они не касались земли и не портились. Обычно жгучий перец дает неплохой урожай. И его количество вот с этих восьми кустиков вполне хватает. И для собственных нужд даже еще и поделиться с друзьями, у кого этого перца нет. Поскольку много этого перца не нужно. И вот этот перец как раз порадовал первыми, ну можно сказать, что поспевающими плодами. Жгучий перец. Агротехника выращивания жгучего перца точно такая же. Также используются укрытия. И этот перец пока еще ни разу не подводил. Некоторые сезоны он наращивает плодов побольше, иногда поменьше. Но этот год, я считаю, у перца будет вполне достаточно. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать перчики. Если на первом этапе развития перцев, вот как у меня бывают серьезные проблемы, рассада плохая и отстают сначала, то не отчаиваться и продолжать за ними ухаживать. И перцы отблагодарят вас хорошим ростом и наращиванием все-таки достаточного количества плодов. Всем всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин